В администрации муниципалитета говорят о новых формах поощрения активных жителей, которые максимально вовлечены в жизнедеятельность округа. Одно из нововведений – конкурс на лучшее территориальное общественное самоуправление. Целями конкурса является поддержка ТОСов, реализующих социально значимые инициативы и имеющих проекты, которые направлены на достижение результатов в сфере местного самоуправления, на повышение активности нашего населения, развитие гражданского общества и привлечение граждан к участию в социально значимых мероприятиях. Победитель получит денежную премию – 300 тысяч рублей для реализации инициатив. 200 тысяч рублей – приз за второе место и 100 тысяч рублей за третье. Такие же премии ожидают победители конкурсов «Лучший совет дома» и «Лучший двор». Они позволят повысить качество управления МКД и активность собственников жилых помещений. Еще одно немаловажное нововведение – конкурс главы городского округа «Мы – мы тище». Он позволит поддержать молодежные инициативы. По премиям. Здесь предусмотрена немножко другая градация. По первой номинации «Волонтерство и благотворительность» предусмотрено две премии по 100 тысяч рублей. По патриотическому и духовно-нравственному воспитанию также две премии по 100 тысяч рублей. Творчество и духовное наследие – две премии по 100 тысяч рублей призовой фонд. Прорыв года – это более весомая номинация. Здесь две премии по 200 тысяч рублей. На повестке дня также планы по благоустройству округа на текущий год. Здесь намечено многое. В 2023-м мы тище отметят свое 400-летие. Главная задача – завершить все работы по благоустройству к этой дате. «Мы с вами территории выбрали. И выбрали их, конечно, на основании обращений жителей. Даже там, где поручение главы, это значит, жители обращались». В текущем году определено 22 дворовые территории, на которых пройдет комплексное благоустройство. Обновить также планируют 22 детских игровых площадки общей площадью более 3,5 тысяч квадратных метров. Важно и то, что будет реализован пилотный проект Московской области по созданию пространств для активного отдыха. В этом году в эту программу войдут две территории. Для данного мероприятия отобраны две территории. Это парк Танинский и молодежный бульварник в районе 15. В рамках данного мероприятия предполагается устройство расширенных детских игровых площадок общей площадью более 900 квадратных метров. За счет бюджета городского круга Матища планируется выполнить работу по устройству основания, освещения, озеления, установки и подключения камеры безопасно регион. А за счет софинансированной из бюджета Московской области планируется устройство резинового покрытия и игрового оборудования. Общий объем финансирования, в том числе и с бюджета Московской области, составляет более 94 миллионов рублей. Кроме того, в трех Матищинских парках также пройдут благоустроительные работы. Среди них Центральный городской парк, парк Стрекалово и парк ветеранов. Анна Смирновья, Петр Зветковский, Первый Матищинский.